Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается ревности. Женщина 35 лет, в разводе с сыном 10 лет, встречается с мужчиной 5 месяцев, он приезжает, снимает квартиру по соседству, но последний месяц фактически живет у нее. Хотя вещи свои держат в своей квартире. Вмогает финансово-физический продумок, познакомился с сыном и вроде все хорошо. И серьезно с его стороны. Говорит, что хочет ребенка от меня, но в один вечер был пьян и на телефон то отвечал, то нет, не ночевал, перезвонил утром. Женщина пишет, что залезла на следующий день в его телефон. Там сайт знакомства при переписке с тремя женщинами, которые у него все солнышки и зайчики. Был разговор, он сказал, что автор вопросов все выдумывает, что это старый знакомый и он все время и так становится. Сайт знакомства удалил. Но у автора вопросов теперь постоянная неконтролируемая ревность. Сейчас мужчина на неделю уехал к родственникам, ее не взял. Хотя она могла с ним поехать и звонит только утром. Когда автор вопроса звонит вечером, он не берет трубку. И я прямо чувствую, пишет автор, что он там с кем-то. В социальных сетях у нас нет совместных фото, а с родственниками не знакомят. Правда, перед отъездом дал бы по телефону один раз свою маму поговорить. Вроде это только начало отношений, а у меня уже такое недоверие. Хотя во всем остальном этот мужчина очень нравится. И я не могу понять, пишет автор вопроса, моя ли это паранойя и страх, или действительно меня просто используют в качестве доступного варианта. И как внутренне успокоиться? Я не устраиваю скандалов, не требую отчетов, веду себя максимально адекватно, кроме этого одного случая с его телефоном. Но мои внутренние эмоции и мысли меня съедают. Ну, здесь, конечно, мы говорим о ревности. Ревность это чувство достаточно неприятное в плане того, что, ну вот, допустим, вы, в данном вот случае, да, вы, вы ее замечаете, да, то есть вы, ну, понимаете, что вы ревнуете и вроде бы как, ну, отдаете себе, отдаете себе в этом отсчет, что вы ревнуете. Что, безусловно, плюс. Но, как бы, здесь важный момент, что, насколько вы видите причинно-следственную связь между какой-то вашей проблемой и ревностью. Опять-таки, потому что связь есть, она, что называется, очевидна, по крайней мере для нас. Вот, но вопрос включает, что матч, очевидна ли она для вас. Вот. И, соответственно, если вы увидите связь между вашей ревностью и некоторой, так скажем, проблематикой из вашей жизни, то ситуация будет складываться, конечно же, конечно же, легче. А, то, что вы описываете, имеет два аспекта. Первый аспект, это то, что ситуация, которая произошла, она действительно неприятна. И ситуация, которая произошла, она действительно специфична, так скажем. И, на мой взгляд, абсолютно нормально, что вы как-то на это проагировали, как-то. То есть, абсолютно нормально, что вы отреагировали, ну, вот, негативно. Вряд ли вы могли бы отреагировать иначе. И здесь вопрос, конечно, о того, как вы проживаете эту ситуацию. То есть, вот вы говорите, что, например, был разговор, вот, ну, вот, значит, ну, был разговор с мужчиной, вот. Но, что это за разговор, как вы выражали, эм, так скажем, свои чувства мужчине, да, и выражали вы, говорили ли вы ему, к примеру, о том, что вам неприятно, о том, что вам больно от этого, ну, я имею в виду от того, что произошло между вами. Или вы просто начали расспрашивать и так далее, потому что ваша адекватность, с одной стороны, это хорошо. Но, с другой стороны, с другой стороны, ваша же адекватность может быть, ну, условно, вашим же врагом. Вот. Потому что, эм, ну, грубо говоря, грубо говоря, излишнее сдерживание чувств, да, делает вас не совсем, эм, с собой в отношениях. Поэтому, если вам неприятно то, что произошло, эм, без привязки от собственности к ревности, эта ситуация объективна, но она неприятна, вот. То, на мой взгляд, имеет смысл выражать, эм, свои чувства. На мой взгляд, имеет смысл, эм, прожить эти чувства. Потому что, вам больно, вам неприятно, это нормально. И, эм, получить, эм, какую-то обратную связь на то, что вот вам неприятно, получить какую-то обратную связь на то, что вам, ну, да, свои эмоции, например. Да? Очень важно. В этом, в этом смысле. Дальше. Ээ, ревность. Ээ, помимо того, что, эээ, ну, в известной степени, эээ, немножко ревности. Это, даже хорошо. Вот. А, ну, для отношений, хорошо. А ревность связана с твоей неуверенностью в себе человека. С недоверием себе. Вы говорите о том, что не можете доверять мужчине, а я говорю о том, что вы не можете доверять сами себя. И вот, на мой взгляд, это, эээ, системная проблема. Что вы, что вы меньше доверяете себе, чем, эээ, как бы, ну, вы меньше нацелены на то, точнее, чтобы доверять себе, эээ, чем доверять другим. ну, доверять мужчине, вы пытаетесь своё недоверие себе компенсировать доверие мужчине, вот, и отверстие, собственно, возникает проблемы, казусы и так далее, и сложности, вот. Поэтому задача заключается в том, чтобы начать доверять себе, поработать с самооценкой, посмотреть, чего именно вы боитесь, вот, поискать, поисследовать ваши уязвимости, которые совершенно очевидно у вас имеются, да, присутствуют, и с которыми вы, вот, ну, пытаетесь справиться, вот, в том числе посредством ну, такой вот ревности, грубо говоря, грубо говоря. И в этом направлении нужно двигаться, то есть это работа с самооценкой, с уверенностью в себе и так далее, вот. Работа эта важная, не всегда простая, но важно. Это и контроль, то есть это, опять же, недоверие себе. Это и сравнивание себя с другими девушками, да. Это и нечувствование своей собственной ценности. То есть вот вы не чувствуете, что вы ценно в этом смысле. Вы не ощущаете себя ценно. Подвергаете, эм, сомнению своих, ну, вот, свою ценность, так скажем. И это тоже является проблемой. То есть ваша ревность, это следствие, эм, тех, эм, тех аспектов, эм, которые у вас проседают, к сожалению. И, на мой взгляд, вам нужно в этом направлении, что называется, двигаться. Сейчас, говоря о том, значит, чтобы успокоиться, вы подразумеваете некую рационализацию. Предполагаю, что человек, увы, такой достаточно большой интеллектуальной работа. Но это не помогает. Помогает только исследование своего состояния, исследование своих чувств и поиск ресурсов. то есть, ну, хорошо, допустим, мужчина, там, к примеру, да, действительно как-то вот, эм, допустим, мужчина действительно вас использует, к примеру. Допустим. Получается в таком случае, что вам для чего-то нужны именно серьезные отношения. И вот вам нужно задать себе этот вопрос, для чего мне серьезные отношения. Зачем они? Что я хочу в них получить? Ведь нет ощущения, что вы хотите сделать мужчину счастливым. Есть ощущение, что вы хотите, хотите именно для себя что-то получить. Это неплохо, но шревато вот такой, к сожалению, зависимостью шреват. Вот. И, соответственно, чтобы этого не было, ну, необходимо вот вам поработать. А я бы указал на узость, как мне показалось. Узость связи между вами и мужчиной. То есть, как будто бы мало общего между вами, так скажем. И если я прав, то желательно в этом направлении поработать. Также, над расширением того общего, чтобы между вами и мужчиной может быть. Ну, опять же, здесь, я не знаю, насколько для вас, например, это корректно, да, насколько для вас это может быть приемлемо. А вот у меня так сложно достаточно, ну, судить. Но надеюсь, что, вот, вы постарались уловить, постарайтесь уловить суть того, что я говорю. Естественно, сначала нужно разобраться в себе, естественно, сначала нужно поисследовать себя и, естественно, нужно сразу разрешить свои противоречия. Основной момент, что мешает мне жить, быть в отношениях так, чтобы быть, как бы, отпустить мужчину, например, в любой момент. Вот это вот основное, что вам нужно, как бы, у себя спросить. То есть, почему я не могу воспринимать отношения и мужчину, да, как, ну, вот, что-то такое, вот, чем можно расстаться, там, ну, гипотетически. В любой момент. Вот это вот очень, очень важно в данном случае. Вот. Вот такая здесь история. Дальше, ряд таких вот вопросов, которые у меня появились. Что для вас означает знакомство с родителями? Вы себя, как будто бы, ну, пытаетесь, эм, себя обезопасить. Вот. Эм, а чем вы разговаривали с нами? То есть, ну, вот всем важен, эм, разговор. Эм, эм, для вас. Вот. Такая вот история. Значит, дальше. Паранойя. Вот вы пишите про паранойю. И, знаете, здесь, здесь тонкость в том, что у паранойи всегда, всегда есть основание. Основание. Реаль, реальные основания, да. Не, эм, такие, э, как правило, э, которые, э, вот, э, ну, вы сами, да, думаете и видите, например. Но есть. Поэтому, э, 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 на мой взгляд, очень важно, э, э, увидеть, все-таки, вот, все-таки, вот, где реально, что, где, где нет. Потому что состояние ваших отношений вполне может быть намекает на то, что вся эта история с ревностью стала, э, стала возможной потому, что ваши отношения недостаточно, э, ну, так сказать, полны. Вот. И, в этом случае, конечно, э, дело времени только, когда бы вы начали ревноваться или когда у него, я имею ввиду, у мужчины, да, у мужчины, э, появилась бы, вот, какая-то, такая, такая, ну, двойственность. Вот. Вот так вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Э, э, я желаю вам всего самого доброго и удачи, я специально не давал каких-то конкретных рекомендаций и советов, чтобы дать больше именно почвы для размышлений. Всего доброго. Вам. Мы. Мы. И. Мы.